Привет подписчики и гости моего канала. Меня зовут Альберт. Вы на канале Тревелин РФ. В этом видеоролике решил поднять интересную тему. Сравнение двух небольших по отношению к Сочи, но достаточно интересных черноморских курортов. Геленджика и Анапы. За несколько минут я постараюсь раскрыть эти два города максимально развернуто и достаточно подробно, чтобы у вас сложилась после просмотра полная картинка об обоих курортах. Ну и разумеется выскажу свое субъективное мнение, какой город более комфортен по пяти параметрам. И если вы еще в них не были, но хотите их посетить или даже переехать, то благодаря этому видео вы сможете определиться, какой город для вас ближе и интереснее. А я желаю вам приятного просмотра. Но перед тем как начать, я попрошу вас подписаться на мой канал, так как у меня еще много интересных видео, связанных с курортами Черного моря и другими городами нашей страны. Начну сравнение с описания моря, пляжей и состояния воды. И это, пожалуй, один из самых важных вопросов при выборе места отдыха. Для Анапы характерно песчаные пляжи протяженностью 42 километра, состоящие из золотистого песка, находящиеся в Большой бухте. Но есть и гаричные пляжи в районе высокого берега. Заход в море не глубокий, и за счет этого вода прогревается лучше, чем в более глубоких местах моря. Поэтому Анапа очень популярна для семейного отдыха с маленькими детьми. И недаром на курорте много детских домов отдыха. Правда, омрачает все вышесказанное сезонное цветение водорослей в воде, которое длится с июня по август, что, несомненно, омрачает отдых. А в сентябре уже свежие водоросли вдоль всех пляжей дают незабываемый аромат вареной креветки. Для Геленджика, напротив, характерны галечные пляжи. Причем на пляжах галька встречается как крупная, так и мелкая. Но для любителей песчаных пляжей найдутся и они. Пять песчаных пляжей расположены в центральной части города. Геленджик находится в неглубокой бухте, что является одновременно плюсом и минусом. Плюс заключается в том, что вода прогревается лучше, чем в открытом море. И в летние месяцы из воды вылезать не хочется, как из горячего бассейна. Я сейчас чуть-чуть, наверное, преувеличил, но вода действительно очень теплая. Минус же это быстрая загрязняемость бухты в результате ее эксплуатации отдыхающими. И в июле есть большая возможность подхватить ротовирус. Но есть выход, это поездка на пляжи, расположенные за границами бухты. Там, где уже открытое море. Это пляжи Сосновка на Толстом мысе и пляж Торик на Тонком мысе. Вот видите, по данному сравнению все очень неоднозначно. Поэтому говорить, где лучше, я не берусь. Второй фактор, который для многих является важным, это окружающая курорт природы. Ее пейзажи, ландшафт. Разумеется, оба курорта включают свой ландшафт в Черное море. Особенности влияния моря для каждого курорта я уже обсудил выше. Поэтому теперь расскажу про горы. Так как оба города находятся на территории Западного Кавказа. А это исходя из названия наличия Кавказских гор. Ну что ж, в Анапе горы Западного Кавказа только начинаются. Их высота достигает не более 200 метров. Да и расположены они на значительном отдалении от центральной части города. Я уже не говорю про его окраины. И соседство гор с курортом как-то не ощущается. Вам по сути Анапа представится на первый взгляд как равнинная местность. А вот в Геленджике напротив. Горы расположены очень близко к морю. Город как будто заботливо взят в их крепкие объятия. Хребтами Маркхотт с одной стороны. И хребтом Туапхат с другой стороны. Горы здесь уже достигают высоты от 450 до 700 метров. И со стороны города все это выглядит очень красиво. Я уж не говорю какая картина на Геленджик открывается с самих гор. Город у вас лежит весь как на ладони. Ну и очень важный фактор для того, чтобы полноценно назвать Геленджик климатическим курортом. Это наличие пицунской сосны. Произрастающей на территории курорта в большом количестве. А нахождение в таком сосновом боре очень полезно для людей, переболевших пневмонией и коронавирусом. Здесь как видите первенство однозначно за Геленджиком. Да, море хорошо. Да, горы отлично. Но давайте я вам расскажу о жилье. О ценах на съем номеров в отелях и покупку квартир. Что касается съема жилья. Я рассмотрю бюджетные варианты и дорогие варианты на середину июня этого года разумеется. Через агрегатор Яндекс.Путешествия. Вот что мы имеем. Если говорить о бюджетных вариантах. В Анапе будет больше предложений. Ну просто потому что Анапа больше по площади и населению. И самый недорогой вариант, который я нашел, будет стоить 600 рублей. В Геленджике аналогичный вариант вам обойдется в 1000 рублей. А что касается дорогих вариантов. Я рассмотрел отели 4 и 5 звезд. Опять же в Анапе их больше. Но цены примерно будут одинаковы для обоих курортов. Сейчас примеры появятся на вашем экране. С левой стороны Анапа, с правой Геленджик. А теперь, пожалуй, самое интересное. Покупка недвижимости. Для объективности сравнения я взял следующие параметры на сервисе Яндекс.Недвижимость. Это сделанный хотя бы косметический ремонт. Чтобы была возможность сразу же въехать и жить хотя бы первое время. И также я взял квадратуру квартиры от 30 до 80 квадратных метров. И что мы видим? Опять же в Анапе предложений, разумеется, больше. Но это помимо того, что, как я уже говорил, влияет площадь городов и плотность населения. А также повлиял введенные в Геленджике моратории на строительство новых жилых комплексов. Которые действуют уже четвертый год. Это связано с реконструкцией канализационных сетей и водопровода. А вот вам детально. В Анапе стоимость за квартиру начинается от 2 миллионов 200 тысяч рублей. И заканчивается суммой 22 миллиона 500 тысяч рублей. Это квартира 75 квадратных метров. В Геленджике же цена начинается от 4 миллионов 650 тысяч рублей. Это за 41 квадратный метр. И заканчивается на сумме 15 миллионов 900 тысяч рублей. Правда всего за 57 квадратных метров. Исходя из этого делаем вывод, что в целом недвижимость в Анапе более доступна. Хотя, конечно, и дорога. Но это курорт, ничего не поделаешь. В данном вопросе я не рассматривал различия в расположении жилых комплексов по отношению к морю. Расположение самих квартир к морю. То есть вы понимаете, что квартира с видом на море будет стоить гораздо дороже. Но думаю, в общем я смог этот вопрос осветить для вас достаточно объективно. И в этой части сравнения курортов Анапа, конечно, будет гораздо привлекательнее Геленджика. Перехожу к четвертому пункту. Но четвертому в этом списке не по значению. А это все-таки один из главных вопросов. Как, на каком транспорте и на какой курорт удобнее добираться. Начну традиционно с Анапы. А в Анапе помимо своего аэропорта, кстати, который имеет международный терминал, есть еще и свой железнодорожный вокзал. В Геленджике на этот счет позиции послабее. В городе расположен только аэропорт. Правда новый и очень красивый. Построенный и сданный в конце 2021 года. А если сравнивать порты обоих курортов, то у Геленджика будет преимущество. Прилетая в Геленджик, у вас займет всего 8 минут, чтобы доехать до центра. Так как аэропорт расположен практически в черте города. А вот с Анапского аэропорта в центр ехать придется минут 25. Учтите, что эти цифры актуальны при отсутствии пробок. А отсутствие железнодорожного вокзала в Геленджике компенсируется ЖД вокзалом в городе Героя Новороссийске. Который расположен всего в 40 километрах от курорта. И многие, планируя свой отпуск в Геленджике, едут туда через Новороссийск. Поэтому в сравнении двух курортов по данному параметру здесь я считаю твердая ничья. Ну и напоследок, давайте рассмотрим два курорта на предмет их расположенности по отношению к крупным городам и другим курортам. Это важно на тот случай, если вы захотите посетить не только Анапу и Геленджик, но и в рамках своего отпуска посмотреть что-то еще. Для начала стоит сказать, что расстояние между непосредственно рассматриваемыми нами курортами не более 90 километров. И дорога на автомобиле составит около двух часов. Теперь давайте рассмотрим, с какого города комфортнее всего будет посетить Крым, Краснодар, Новороссийск и Сочи. Если вдруг отдыхая в Анапе или Геленджике, вы захотите посетить еще и Крым, или просто Крымский мост посмотреть, то лучше вам остановиться в Анапе, так как от нее до Керчи ехать всего 2 часа. От Геленджика же время в пути составит почти 4 часа. Если же вам дополнительно интересно Сочи или Абхазия, то в данном случае наоборот лучше остановиться в Геленджике, так как от него на популярный курорт ехать около 6 часов, а вот с Анапе более 7. Хотя по правде сказать, если вы хотите посетить Сочи или Абхазию, то лучше там и останавливаться. Но я лично встречал не один раз людей, которые, отдыхая в Геленджике, ездили в Сочи на 1-2 дня, используя каршеринг или такси. Расстояние же до Новороссийска с обоих курортов практически одинаково, и в данном случае не имеет значения, где вы остановитесь. Ну а если вы дополнительно захотите съездить в южную столицу России, Краснодар, то тут однозначно лучше ехать с Геленджика. Ведь время в пути займет около 3 часов, а с Анапы 3,5 часа. Но тут есть нюанс. С Геленджика в Краснодар вы поедете по хорошей дороге. Это федеральная трасса М4 Дон. А вот с Анапы придется ехать по местному шоссе. Заканчивая обзор, я полагаю, что между двумя, как я считаю, хорошими курортами, твердая ничья. Поэтому выбирать куда лучше, ехать отдыхать или переезжать, предстоит в итоге вам. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените мои старания. Подписывайтесь на канал, я выпускаю часто актуальные и интересные видео. А чтобы их не пропустить, включите колокольчик. Сейчас появятся ссылки на другие интересные видео. Если хотите, можете глянуть их. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать так. Субтитры сделал DimaTorzok